шалом дорогие я снова быть вместе с вами слава богу да и сегодня я в лице руководителя евреев за иисуса города одессы и конечно я буду рассказывать немножко евреях за иисуса вообще вы знаете евреев за иисуса да а вы знаете да ну уже легче мне ну из названия нашей миссии конечно наверно сразу становится понятно кто мы и за кого да то есть евреи за иисуса здесь уже точно не ошибешься это евреи которые верят что иисус есть мессия и господь знаете у нас есть цель служение которое мы несем это поставить перед каждым евреем вопрос о мессианстве иисуса и помочь стать верным последователем за мессии существует такой иногда вопрос люди задают а когда же вы появились знаете мы очень любим этот вопрос и мы на него обычно отвечаем так ну очень-очень давно почти 2000 лет назад это шутка но она напоминает знаете о важности того что действительности первые последователи иисуса они были евреи первые апостолы ученики до 500 и писание говорит что десятки тысяч евреев последовали за мессией то есть это первая община это были евреи но на самом деле как организация мы появились в 1973 году это особое время революция иисуса так называлось время конце 60-х начале 70-х когда многие многие люди приходили вере в америке в америке приходили к вере и вот группа бывших таких хиппи знаете которые курили травку вот они уверовали в иисуса и они объединились для того чтобы проповедовать евангелие своему народ не выходили на улице и пели песни писали от руки трактаты раздавали их и вдруг газете появилось объявление эти сумасшедшие евреи за иисуса и мы такие подумали о класс вот это есть то чем ну название для нашей организации конце концов евреи за иисуса стали международной организацией и сегодня отделение находится в 80 странах в 80 городах и 13 странах мира а а вот в снг мы появились в сентябре 1991 года 25 лет назад и знаете это замечательное время замечательная дата тогда в девяносто первом году ави снайдер со своей супругой детьми еще одним миссионером элизабет ирини они приехали сюда в одессу его часто спрашивают ну почему одесса почему не москва почему не киев почему одесса он сказал честно говоря я не знаю так бог не вот сказал что вы ехать в одессу иногда я думаю может быть потому что моя тетя из одессы но действительности он говорит что он не знает почему одесса это было откровение от бога и он приехал сюда но мы знаем что одесса не один раз была до началом чего-то особенного и в то время действительности еврейское служение также начиналось а в бывшем советском союзе отсюда именно из одессы и вот знаете это служение имело развитие в девяносто третьем году мы открыли служение в москве потом появилось уже не в харькове днепропетровске киеве и также в белоруссии в минске следом было открыто отделение в эссене для русскоговорящих евреев германии и вот в этом году будет служение уже в берлине и знаете два года назад мы отправили несколько миссионерских семей в израиль израиль удивительная страна и знаете я чем она особенно удивительно еще в ней живет миллион двести русскоговорящих евреев это знаете действительности удивительно по той причине что примерно около семи миллионов населения один миллион это палестинцы и миллион двести русскоговорящих евреев почти каждый пятый русскоговорящий вот мы были в израиле и в некоторых районах можно подумать что вообще когда ты слышишь речь на иврите то ты думаешь что это люди в гостях потому что остальные говорят по-русски и наши братья и сестры из израиля не сказали вы знаете русскоговорящие это люди с особым менталитетом те которые уже вот здесь наши сотрудники которые выросли в израиле даже говорят по-русски они порой не могут с ними как-то вот ну сойтись не могут им служить вы бы могли прислать людей которые могут послужить и мы послали две семьи слава богу они знаете вошли сейчас служение и уже есть плоды этого служения и так двадцать пять лет мы так подумали помолились и приняли решение что лучшим праздником это будет евангелизация чем еще мы можем прославить нашего господа чем не проповедью евангелия о его славах и его победах поэтому в этом году 14 августа по 26 августа мы будем проводить евангелизационную кампанию которой приглашаем принять участие и вас также вы можете молиться вы можете поддержать нас финансово и также вы можете принять самостоятельно участие в этих евангелизациях у нас всегда есть взаимоотношения с церковью и поместными общинами и это очень важно почему потому что евреи за иисуса обычно не организовывают новых церквей или мессианских общин ну исключением стала одесса ну вот смотрите а всегда наши волонтеры сотрудники это люди которые являются частью поместных церквей или мессианских общин и это очень важно почему потому что когда мы проповедуем евангелие вместе люди которые приходят ко спасению через вас могут стать частью именно вашей общины и поэтому это всегда хорошо когда мы можем служить и взаимодействовать вместе что мы делаем конечно же во первых когда вы представляете себе евреев за иисуса наверное вы думаете о людях которые стоят на улице и раздают трактаты это так или нет наверно да вы знаете как то мне показали фрагмент из одного квна в котором участвовала харьковская команда и там было заданием представить что-нибудь такое узнаваемое в вашем городе и вот эта харьковская команда показывает молодых людей которые стоят в одинаковых таких желтых футболках сумкой на плече и раздают трактаты и знаете что зал сделал он сразу сказал о это евреи за иисуса и это замечательно да но конечно же евреи за иисуса не только люди стоящие на улице и раздающие трактаты мы делаем разные вещи на улицах когда евангелизируем найти это и музыкальные танцевальные театральные разные мероприятия и вот пять лет назад мы замечательно проводили вместе евангелизацию в одессе в которой также активно принимала участие ваша община и ваша музыкальная группа и танцевальная группа тоже вот видите в парке сквере этот как он кировский сквер называется да мы там вместе тогда служили очень было хорошее время надеюсь что в этом году будет еще лучше также мы делаем интернет служение у нас есть сайт и сегодня знаете вообще интернет служению конечно мы все понимаем что нужно уделять гораздо больше внимания потому что где сегодня можно встретить также максимально много людей как на улице это также в социальных сетях и порой знаете интересно что люди особенно евреи которые стесняются каким-то либо образом заговорить на улице они вдруг неожиданно готовы разговаривать в чатах беседовать в интернете и даже там приходить к вере в мессию также мы издаем некоторые евангелизационные такие фильмы через которых тоже приходят к вере еврейские люди средства средства массовой информации светские сейчас говорю именно светских традиционно знаете когда мы проводим какие-то такие евангелизации в это время мы бывает помещаем светских газетах или других каких-то средств массовой информации мы помещаем мы помещаем там все хорошо продолжаем итак мы помещаем информацию информацию в средствах массовой информации да извините за автологию и так я помню как в девяносто седьмом году проводил евангелизацию в девяносто восьмом году во львове и знаете мы поместили там информацию газете которая называлась высокий замок в ответ националистическая газета знаете тут же отреагировала и написала какой-то вызов и началась такая перепалка между разными газетами разными изданиями разными изданиями конце концов вот эта националистическая газета помещает весь наш трактат в своей газете полностью печатает его и с определенными пометками трактат назывался так иисус любит евреев он был на украинском языке и вот эта газета она задается вопросом до этого дня мы думали что иисус любит только украинцев а здесь евреи утверждают что он любит евреев и это на самом деле большая дилемма знаете если бы они внимательно читали наш трактат то там было написано что иисус любит всех людей и желает спасения каждому человеку но в конце они задают такой вопрос так давайте же определимся кого же все-таки любит иисус евреев или украинцев вы знаете мы получили огромное количество звонков в это время потому что люди интересовались кого же все-таки любит иисус и скажу вам иногда действительности даже за большие деньги мы не можем поместить информацию там где бы мы хотели но вот иногда оппозиция она помогает нам для того чтобы разместить информацию например 95 году в одессе в одной религиозной ортодоксальной еврейской газете также был помещен наш трактат в котором было написано чтобы никто из евреев не сообщался с евреями за иисуса чтобы никто к нам не обращался и ни в коем случае не принимал от нас никакой литературы вы знаете и они полностью напечатали наш трактат в котором был также номер телефона и мы ни разу не получали столько еврейских звонков сразу в конце концов через разные вот эти пути мы получаем контакты адреса и вот прошлом году когда мы делали да совместно здесь все вместе фестиваль мы получили много адресов и вы участвовали в том чтобы продолжать эту последующую работу и также мы когда получаем эти контакты адреса мы отправляем людям литературу потом звоним им посещаем их приглашаем на наши индивидуальные служения такие которые мы называем шаббаты или праздничные евангелиционные служения через которые мы пытаемся людей привести по местной церкви и евангелиционные компании это один из таких знаете важных всегда событий в нашем служении почему он важен потому что это особенное время когда бог действует по особенному обычно мы собираемся на 2-4 недели группа небольшая знаете 20-30 человек но это люди которые посвящают это время для того чтобы послужить богу с утра до вечера они проповедуют евангелие на улицах делают разные вещи и действительности бог очень сильно благословляет в это время маленькая группа людей делать большие дела и весь евангелие распространяется очень быстро слава богу итак поговорим немножко о нашем стиле благовестия мы стремимся к тому чтобы наше свидетельство было искренним даже смелым прямым и поэтому мы часто говорим так что наш евангелизм он прямой я скажу вам что это не многим людям нравится некоторые говорят почему у вас написано евреи за иисуса почему там у вас то а почему это и так далее многим противно то что как бы знаете мы стоим впереди и говорим об этом и хотят говорить как-то по-другому знаете для того чтобы не обидеть евреев для того чтобы как-то их не ущемить и так далее ну мы верим в то что проповедь прямого евангелизма она достигает того чтобы в действительности еврейский народ приходил ко спасению мы заявляем что иисус есть мессия израиля и спаситель всего человечества что он умер за наши грехи воскрес из мертвых чтобы спасать от божьего осуждения за грех всех людей будь то евреи или не евреи должны покаяться и те и другие и верить в иисуса и последовать за ним знаете мы верим великое поручение данное иисусом всем спасенным людям а не только как думают некоторые христиане что оно было дано апостолам некоторые утверждают но это было важно 2000 лет назад это было важно для апостолов потому что иисус сказал именно им ну в крайнем случае для тех 500 которые последовали за ним но знаете великое поручение это поручение которое обращено иисусом каждому из нас есть несколько важных вещей которые должен делать каждый христианин это молиться читать слово божье и проповедовать евангелие это то что как бы включает в нас и то что неразделимо с нашей верой мы должны делиться с тем во что мы верим и в кого мы верим поэтому великое поручение оно на самом деле состоит в том чтобы мы шли и проповедовали евангелие всему миру приобретая и воспитывая учеников для иисуса вы знаете мы верим написанному в послании к римлянам 1.16 где апостол павел делает акцент проповеди евангелия и говорит во первых иудеи именно поэтому мы идем в этот мир и проповедуем евангелие в первую очередь евреям ну мы знаем что бог любит всех людей и желает спасения для каждого человека как для евреев так и для неевреев и несмотря на то что мы делаем акцент во первых евреям мы проповедуем евангелие всем людям и знаете интересен тот факт что к спасению приходит больше неевреев чем евреев порой я думаю что может быть это по той причине как знаете пророк захария сказал что за полу одного иудея хватится 10 язычников и пойдут и скажут мы пойдем с тобой да где бог твой я бы сейчас предложил бы знаете чтобы мы сказали друг другу вот такую фразу продолжай сеять урожай будет обязательно итак продолжай сеять урожай будет обязательно знаете слово божье она таким образом устроена и показывает нас нам этот принцип сеяния и жатвы да что невозможно что-либо пожать если ты не посеял и когда мы говорим о сене мы можем говорить о разных вещах мы можем говорить о финансах да и часто мы это слышим да что посеять человек то он опошил что посеить человек то он опошил как часто мы слышим эту фразу что посеете картошку пожнети картошку посеете то пожнет и то это правда если вы хотите пожать хорошие отношения вам нужно после и паний на хорошие отношения Если вы хотите пожать дружбу, вам нужно посеять дружбу. Знаете, как Писание говорит? Кто хочет иметь друзей, тот должен быть что? Сам дружелюбным. И это в действительности так. Если вы хотите пожинать в своей жизни доброе, то обязательно нужно сеять добро. Не обманывайтесь. Если кто-то из нас сеет злое, в ответ он пожнет только зло. Невозможно, знаете, посеять хорошее и пожинать злое. Невозможно посеять злое и пожинать хорошее. Именно по этой причине мы сегодня должны быть с вами уверены в том, что как важно сеять и продолжать сеять то, чего мы хотим пожинать. Иисус в Евангелии от Матфея в 13 главе говорит о проповеди Благой Вести, рассказывая притчу о Сеятеле. Он учит, что проповедь Евангелия подобна сейне семян. Он говорит, что семена падают в разные места и разную почву, однако только один вид почвы производит плод. Евангелие от Матфея, 13 глава, 8 стих. И ноя упала на добрую землю и принесла плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, и ноя же в тридцать. Вы знаете, удивительно, что некоторые христиане хмурятся при мысли о том, сколько тратится семян впустую, падая на бесплодную почву. Они считают, что сеятель должен сеять только на доброй почве. Другие говорят, что количество разбросанных семян слишком велико по сравнению с полученным урожаем. Мы очень часто слышим, как люди говорят, ну зачем вы раздаете столько этих евангельсионных трактатов? Посмотрите, люди бросают, люди не берут, кому-то не нравится и так далее. Но знаете, как определить, где эта земля в действительности плодоносная, а где она не такая добрая? Мы смотрим иногда на человека и думаем, о, вот этот человек является в действительности плодоносной землей, я посею в него, я уделю внимание ему, я буду заботиться о нем и так далее. Проходит время, и мы понимаем, что этот человек не был той в действительности землей, которая должна была принести хороший урожай. Почему? Писание говорит, что мы смотрим порой в лицо человека и видим только лицо. Но Бог, Он видит внутренность человека, и Он знает, какой из них является в действительности той плодоносной почвы. Вы знаете, это похоже на человека, который купил поле. Он купил поле, пошел в магазин и говорит, дайте мне шесть семян. Человек говорит, зачем вам шесть семян? Я буду сеять урожай. Он говорит, ну для поля шесть семян недостаточно. Никакого урожая вы не получите. Он говорит, прежде чем я засею все поле, я хочу его разбить на участки и в каждом участке посадить семя. Потом я буду его поливать, потом я буду его удобрять. И там, где вырастет урожай, в том месте я буду потом засевать очень много. И Он так и делал. Знаете, в конце концов, если даже где-то пробьется колос, это еще не факт, что он принесет урожай. Вы знаете, да, что колоси могут быть пустыми, а останется одна трава и не будет никакого плода. И самая большая проблема в том, что в действительности человек уделяет время, он тратит время на то, чтобы, знаете, обходиться с одним этим посаженным семенем, чтобы его поливать, взращивать и так далее. И даже если это семя, в конце концов, вырастет и даст плод, оно не прокормит его. Оно не принесет тот плод, который будет ему достаточен для дальнейшей жизни, для следующего посева и так далее. По одной причине, потому что он посеял мало. То, чего он посеял, этого было крайне недостаточно для того, чтобы собрать хороший урожай. Но когда он даже вроде бы определит, что вот этот участок земли хороший, и что-то вырастет на нем, вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что сезон посева уже на этот момент закончится. И он не сможет использовать свои познания, он не сможет сделать этого урожая, он не сможет засеять это семя. Таким образом, некоторые христиане в действительности делятся также Словом Божьим. И, к сожалению, не прикладывают максимум усилий для сеяния Слова, желая, знаете, сперва увидеть, какие результаты принесут их небольшие вложения. И когда Иисус нам говорит о том, что проповедь Евангелия, она подобна засеиванию поля, Он говорит нам именно в действительности о той тяжелой работе, которую, знаете, выполняет сеятель. Ну, вы все представляете, да, что такое было посеять поле тогда. Это человек, который брал сумку, насыпал туда семя, шел и разбрасывал его. Или был еще один вариант, знаете, брали осла, на него помещали мешки, в нем проделывали дырки, туда засыпали зерно. Осел бежал по полю и рассыпывал эти зерна. В том или ином случае ни один сеятель не выбирал конкретно, где ему посеять. Он не говорил, о, вот здесь я посею, вот здесь я не буду. Что он на самом деле делал? Он на самом деле сеял как можно больше, продолжал сеять с надеждой в то, что посеянное в действительности попадет в добрую, в плодоносную почву и даст хороший урожай в 30, 60 и 100 крат. Он надеялся и верил в то, что в действительности это произойдет. Знаете, мы должны с вами понимать, что Бог, Он гарантирует качество евангельского семени. Оно не черствое, оно не стерильное, однако даже при идеальных условиях роста восходят не все евангельские семена. Некоторые из них седаются птицами, говорит Иисус. Другие попадают в недостаточно глубокую почву. Третьи прорастают, но под влиянием жары засыхают и умирают. Однако же, чем больше мы сеем, тем больше будет урожай. Поэтому давайте еще расскажем. Продолжай сеять, урожай будет обязательно. Знаете, во всем этом мы должны сделать для себя вывод. Мы должны верить, что если мы посеем достаточно семян на Ниве Божьей, будет в действительности хороший урожай. Не просто хороший, будет большой урожай, будет благословенный урожай. И мы будем радоваться от того, что мы видим этот урожай. Мы должны сеять семена и доверять Богу, что эти семена попадут в действительности в добрую почву, и будет хороший большой урожай. Вы знаете, как написал апостол Павел в Первом Послании, Калифина в 3 главе 6 стихе. «Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог». Порой, знаете, Бог определяет для каждого из нас какое-то дело, которое мы должны делать. Кто-то сеет, кто-то поливает, кто-то заботится и так далее. Но, конечно, в действительности все взращивает Бог. В конце концов, доверие к Богу и продолжение того дела, которое Бог нас поручил, приведет к тому, что будут хорошие плоды, будет хороший урожай. Знаете, у нас так принято, евреев за Иисуса, вести статистику в отношении тех, кто покаялся, знаете, кто примирился с Богом в результате нашей работы. Но, честно говоря, мы не можем узнать, скольких человек на самом деле Бог коснулся через наше служение. Пока мы не увидимся с Ним на небесах. Я хочу сказать для каждого из нас, дорогие мои, что продолжайте сеять. И если вы не увидите плоды прямо сейчас, а это самая основная проблема нашего времени, потому что мы хотим видеть сейчас, тут же. Мы не готовы ждать, мы не готовы ожидать, мы не готовы проявлять терпение и так далее. Мы хотим вот сейчас, все и сразу. Но я скажу вам, многое мы узнаем только тогда, когда мы окажемся в Его присутствии. Я скажу вам, что многое действительности мы поймем только тогда, когда мы будем там на небесах. И знаете, это замечательные мгновения, когда вы пристанете перед всемогущим, вы будете там в вечности, и к вам подойдет человек и скажет, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, я так рад тебя видеть, потому что тогда там в каком-то году ты подошел ко мне и сказал, что Иисус меня любит. Ты проповедовал мне Слово, и сегодня по этой причине я спасен и нахожусь ради в виде, возле присутствия Божьего. Многое мы не увидим сегодня. Но все мы узнаем, когда будем перед ним. Он ничего не сокроет от нас. Поэтому нужно продолжать надеяться и верить. И знаете, изгоняя всякую депрессию, всякое уныние, потому что часто, когда мы долго трудимся, когда мы сеем, когда мы, знаете, тратим свои силы и порой не видим результата сразу, знаете, мы где-то можем огорчаться, вплоть до того, что, знаете, будет состояние действительности депрессии, но нужно доверять Ему и верить, что, продолжая сеять, Он благословит нас хорошим, благословенным урожаем. Знаете, как-то наши служители были в Питере и посетили одну церковь. К ним подошла женщина, которая была лидером прославления. И она сказала, «Вы знаете, в 2000 году я ехала в поезде Одесса-Питер и была изрядно пьяна. Молодой человек, у которого на груди было написано «еврей из-за Иисуса», подошел, начал мне рассказывать, делиться со мной своей верой, говорил об Иисусе, и потом он помолился за меня. Когда я приехал в Питер, я как-то тут же познакомилась с верующими, стала посещать это служение, и сегодня я спасена, и вот служу всемогущему Богу, пою для Него». Знаете, нам было радостно и приятно это слышать. Это тот плод, который мы никогда могли бы не увидеть. Но Бог иногда, знаете, так открывает и показывает, что труд твой нещетен. Продолжай работать, продолжай сеять, урожай будет обязательно. Как-то я проповедовал в одной здесь баптистской церкви, и в конце служения ко мне подошел молодой человек. Он сказал, «Леонид, вы меня узнаете?» Я говорю, «Нет». Он говорит, «Ну как же, три года назад, в переходе возле вокзала, вы меня остановили?» Я говорю, «Ну извините, я не помню». Много людей ходит в переходе, еще и за три года. И он такой говорит, «Ну вы же тогда нас остановили, мы вдвое были, вы нас остановили, вы нам стали говорить об Иисусе, потом вы предложили помолиться, и я согласился». Говорит, «Потом я вернулся, он в Красноселке живет, вернулся к себе домой, познакомился с братьями баптистами, они пригласили меня на служение, сейчас я уже заканчиваю семинарию и буду служителем». Я говорю, «Слава Богу!» Вы знаете, дорогие, это говорит о том, что в действительности мы с вами должны продолжать сеять, потому что урожай будет обязательно. В Псалме 125, в 5-6 стихе написано, «Сеющий со слезами будет пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Как бы вам не было трудно, как бы, знаете, мы бы не были огорчены, что вот мы не видим вроде бы как бы результата прямо сейчас. Но Бог обещает через Своё Слово. Даже если ты будешь плакать, ты будешь огорчаться, но если ты будешь верным, я благословлю тебя. И ты назад не вернёшься с пустыми руками. Ты назад принесёшь в действительности полные руки этих плодов, которые я дам тебе через твой труд, через твою посвящённость, через твою верность. И именно поэтому Иисус говорит в Евангелии от Матфея 13 главе в 8 стихе «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одного сто крат, а другое в шестьдесят, иное же тридцать». Продолжайте сеять. Урожай будет обязательно. Вы знаете, Израиль – страна больших контрастов и удивительных вещей. Можно увидеть всё, но особенно впечатляет то, что посаженное растёт там, где вроде бы никак не должно расти. Но оно, знаете, не только растёт, оно ещё и приносит плоды. Я и моя супруга в числе мессианских служителей из Одессы посетили Израиль. Вы знаете, мы получили прекрасные впечатления. Имели благословенные духовные общения, конечно же, также замечательные экскурсии по библейским местам и другим историческим. И, знаете, это было нашим вторым посещением Израиля. Первый раз мы ездили шесть лет назад, участвовали в евангелизации. Но каждое посещение Израиля, оно всегда, знаете, впечатляет, вдохновляет. И могу сказать, что оно является в действительности благословенным и плодоносным. Вообще в Израиле можно увидеть много плодов. И причём, неважно в какое время года ты находишься, всегда есть плоды. То одни деревья плодоносят, то другие. И говоря о плодах, знаете, так как в нашей жизни и в служении хочется видеть плоды, конечно, хочется видеть добрых, хороших и много плодов. А вот в деле благовестия бывает так, что сеешь-сеешь, и плоды не всегда видишь. А как хочется их видеть сейчас, сразу и уже. Наша группа приняла решение, знаете, когда мы находились в Твери, на Галилейском море, приняла решение прокатиться на Баркасе. Но было удивительно то, что мы не могли попасть на этот Баркас, потому что мы не могли заплатить каким-то образом там. И вот Рэбе Валентин нашёл двух китайцев. Эти китайцы, молодая пара, парень с девушкой, знаете, они могли заплатить, но они не могли попасть на Баркас, потому что их было мало. В конце концов, мы объединились, и таким образом мы смогли оказаться на Баркасе. Рэбе Валентин представляет нашу группу и говорит, вот мы мессианские евреи. Девушка говорит, я тоже христианка, а вот парень не верит в Иисуса. На что Валентин говорит, ну, у тебя есть шанс либо поверить, либо назад с нами не вернуться. И это была шутка, конечно. Знаете, мы сели все в эту прекрасную лодку, отправились. Дима Юткевич, он прекрасно проводил такую экскурсию, он рассказывал нам, где что происходило, как это было и так далее. И в конце своего этого рассказа, он, знаете, всю тему перевёл к тому, чтобы призвать к покаянию. И когда произвучал призыв к покаянию, этот китайец, он поднял руку или сказал, что он хочет покаяться. Ему задали вопрос, это не потому, что ли он, что он боится не вернуться назад. Но он сказал, нет, нет, я серьёзно, я хочу покаяться в действительности. И помолились с ним молитвой о покаянии. Вы знаете, после этого эта молодая китаянка, она сказала, слава Богу, вчера он сделал мне предложение и в каком-то храме чудес. А сегодня Бог совершил чудо, даровав ему спасение. Вы знаете, всех просто накрыла такая радость сразу. Кто-то сказал, давайте будем танцевать. И вдруг человек из экипажа этого судна сказал, а я буду вам петь. И он стал петь какие-то традиционные песни, и вся группа пустилась в действительности в танцы, прославляя Бога таким радостным образом. Это замечательно. Когда мы, знаете, можем увидеть плоды прямо сейчас. Но это бывает не всегда так. Бывает так, что некоторые плоды мы увидим, как я говорил, уже только вечности. Бывает так, что Бог откроет нам через какое-то время. И вот так же, когда наше путешествие совместно закончилось, а мы с супругой продолжили самостоятельное еще путешествие, мы встречались, знаете, с некоторыми людьми, с которыми когда-то раньше служили. Мы посетили одну мессианскую овчину, пастор, который вместе со мной проводил евангелизацию в Ташкенте. Замечательное время было, 2002 год, проповедь Евангелия запрещена в Ташкенте. Но Бог дал такое откровение, знаете, мы посещали еврейские семьи, 505 еврейских семей посетили. Что особенного я хочу сказать за Ташкент тогда? Я тогда увидел очень важную вещь, что сегодня, несмотря на то, что Евангелие проповедуется везде, по телевидению, в газетах, в средствах массовой информации, вроде бы все уже говорят, что уже всем проповедано. Я столкнулся с несколькими такими семьями бухарских евреев, на мой вопрос, что вы думаете об Иисусе, они спросили, а кто это вообще? Я думал, что это было, знаете, они просто не хотят говорить со мной. Я потом начал их расспрашивать, и в действительности они сказали, что они не знают, кто такой Иисус. Для меня это было откровением, что, оказывается, есть еще люди, которые не слышали об Иисусе вообще никогда. Поэтому наша задача продолжать сеять семья о Благое Вести, для того, чтобы в действительности Евангелия было проповедано по всему лицу земли. И когда мы были в этой общине, пастор в этой общине нас представил, знаете, было приятно, он сказал, все начиналось с евреев за Иисуса. Потому что тогда в Ташкенте его община, она присоединилась к нашему служению, и были хорошие плоды, они вместе активно участвовали. После этого они открыли две общины в Казахстане, используя те методы, которыми работают евреи за Иисуса. И шесть лет назад он приехал в Израиль и начал там общину. В конце служения ко мне подходили люди, евреи, которые участвовали в этом тогда тоже, в этой евангелизации. Они подходили, радовались, веселили, что мы могли встретиться, они сейчас живут также в Израиле. Но вот что особенно, знаете, было таким, ну, таким как бы особенно изюминкой этого времени, именно на том месте, в этой общине, это молодой человек, который ко мне подошел и сказал, я плод вашей евангелизации. Я говорю, расскажите. Он говорит, тогда, когда вы проводили эту евангелизацию в Ташкенте, ваш сотрудник мира посетила моего деда и вместе с ним помолилась молитвой покаяния. В результате братья и сестры с общины стали общаться с нашей семьей и вся наша семья пришла ко спасению. И сегодня я живу здесь в Израиле и служу в этой общине. Вы знаете, было так радостно и приятно и в действительности, как написано в Галатов 6-7, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И в действительности Бог открывает нам, знаете, и те маленькие вещи, о которых мы сегодня не знаем, но которые очень сильно вдохновляют для того, чтобы мы с вами могли продолжать идти, служить и проповедовать Евангелие. Я хочу вам сказать, продолжайте сеять. Не унывайте, не ослабляйте, оставайтесь верными. Верных Бог особо благословляет, так говорит Слово Божье. И помните, что когда вы сеете, урожай будет обязательно. И чем больше вы сеете, тем больше будет ваш урожай. Я закончу свое послание словами, которые записаны в 1-м послании Коринфянам, 15-й главе, 58-м стихе. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. не останавливайтесь, продолжайте сеять. Урожай будет обязательно. Сейчас я хочу за вас помолиться вместе с вами. Группа пусть проходит, да? Музыканты, пожалуйста. Бог Авраама, Исаака Иакова, Великий Всемогущий, мы прославляем Твое имя и мы благодарим Тебя, Господь. Благодарный мой Бог, что мы получили от Тебя в действительности это великое поручение идти и свидетельствовать о Твоем Святом Имени. Мы благодарим Тебя, Господь и Бог, что Ты все сделал для нас. Ты осуществил Свой план, Ты излил Свою любовь, Ты даровал нам жизнь и спасение. Мы благодарны, Великий Всемогущий, что Ты, Господи, отдал Сына и таким образом явил Свою любовь нам. Мы благодарны, мой Бог, что Он не только умер, но Он воскрес из мертвых и мы за это Тебя особо благодарим, потому что в Нем мы воскресли вместе. Великий, мы просим, Господи, чтобы в действительности Ты дал нам сил и помазания для того, чтобы мы проповедовали Твое Слово и при этом, мой Бог, не было никакого стеснения, не было никакого страха. Мы молим Тебя, Господь, чтобы наше Слово, оно было проповедано не только в действии, но также и в силе, чтобы мы могли видеть и сейчас прямо так же, Господи, плоды, которые приносит этот посев благовести. но мы доверяем Тебе и верим, мой Бог, что, продолжая сеять, мы пожнем великий урожай для Твоего Царствия, для Твоей славы, для Твоего могущества. Мы просим, чтобы Ты благословил каждого и излил, Господь, свою милость и свою славу, чтобы в действительности мы были теми плодоносными, которые, мой Бог, трудятся и приносят много урожая. Мы молим Тебя об этом во имя Ишоа. Аминь. Аминь. Аминь.